Открытие библиотеки в 21 веке кому-то может показаться и удивительным, но, как показывает статистика, электронным вариантам книг не удается вытеснить своих бумажных предшественников. Над воплощением идеи, руководства знания работали и строители, и дизайнеры. Задача была учесть специфику санатория и не разрушить историческую ценность здания. В итоге удалось создать многофункциональный мультимедийный центр для музыкальных вечеров и творческих встреч. Это один из шагов в стратегии санатория по формированию на нашей базе ведущего просветительского центра на юге России. И вот с новой площадкой наши возможности вырастут еще. Приглашаем всех к себе в гости на экскурсию по санаторию, на услуги нашего медицинского центра и, конечно же, посетить, посмотреть, разделить с нами радость открытия новой библиотеки в санатории знания. В собрании новой библиотеки есть несколько наиболее ценных томов. Например, сочинение Гётея. Книга датирована 1893 годом. Естественно, на руки мы это не выдаем. Мы этим любуемся, показываем гостям, знакомим их, так сказать, с такими ценными книгами. У нас очень большое, широкое собрание различной литературы, различных жанров. Мы только рады, если люди будут обогащаться с нашей помощью. Наряду с книгами 19 века на полках библиотеки знания все читаемые бестселлеры. От нон-фикшн до популярной сегодня альтернативы. Любители же чтения отмечают. Шероховатость перелистываемых страниц, солидность и порой эксклюзивность обложек и переплетов все это еще больше помогает окунуться в мир книжных героев и насладиться чтением в тихой, непринужденной атмосфере. Это настоящее таинство, какой-то вот миг волшебства, когда ты открываешь новую книгу. Мы очень поддерживаем эту идею, потому что чтение – это успех. Новый уголок санатория знания – это возможность отвлечься от городской суеты. В целом же для санатория библиотека – это фундамент, на котором будут строиться новые полезные для общества проекты. Ольга Десятого, Инга Габеши, Адемид Даниловский, телекомпания ФКТ.